так вот что у меня получилось теперь осталось только сократить петли и завершить вязание как мы это посчитаем что нам нужно значит я провязала такую длину чтобы по моим расчетам сколько у меня петель уходит сколько у меня петель на 10 сантиметров то на моей ноге осталось вязать 3 с половиной сантиметра это как раз 11 рядов у меня 12 петель и при сокращении как раз получится 11 рядов то есть три с половиной сантиметра это как раз закрывает мизинчик на как мы будем сокращать петли так мы возьмем во-первых где заканчивается начинается ряд надо ориентироваться на вот эту вот ниточку это целый ряд то есть как раз сейчас мы берем ту спицу которую надо вязать и мы будем провязывать 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку 1 и вяжем всю спицу лицевыми петлями провязываем потом у нас будет следующая спица и на ней тоже вначале мы сократим 2 петли провяжем вместе лицевой так вот у нас следующая спица и тоже за заднюю стенку провяжем 2 петли вместе лицевой и так мы будем делать по кругу на всех четырех спицах пока у нас не останется 4 петельки сейчас мы посмотрим первый ряд вяжем на каждой спице и снова вот следующая спица на ней тоже 2 петли вместе лицевой за заднюю стеночку и четвертая спица также у нас две петельки за заднюю стеночку лицевой провязываем всю спицу лицевыми петлями у нас начинается новый ряд и мы таким же образом берем и 2 спицы 2 петли провязываем вместе лицевой на что стоит обратить внимание на то что надо подтянуть чтобы не было дырочек промежутков и снова провязываем всю спицу лицевыми петлями и так по кругу каждую спицу в начале две петли провязываются вместе лицевой петлей за заднюю стенку так посмотрим что мы получается у нас мы вяжем спицу за спицей постепенно уменьшаем количество петель на каждой спице их становится все меньше и меньше и наш носочек постепенно закругляется вот так закрывается такими косичками если делать не за заднюю стенку вот как мы сейчас делаем а за переднюю то будут такие рубчики такие полосочки у нас маленькие такие косички можно и так и так как вам больше нравится но одинаково то есть если решили за заднюю стенку и получить косички тогда все время закрываем за заднюю если за переднюю стенку сокращаем 2 петли вместе то тогда все время за переднюю стенку таким вот образом становится все меньше и меньше петель и вот скоро мы дойдем что на каждой спице останется по 2 петельки вот у нас осталось по 2 петельки на каждой спице и теперь мы сократим чтобы стало по одной две вместе на каждой спице провяжем лицевой петлей и мы можем это сделать набирая их вот так вот последовательно на одну спицу эти две вместе эти так и у нас остается 4 последние петельки значит эти четыре последние петельки делаем следующим образом отрежем ниточку сантиметров и возьмем крючок и крючком мы будем совершать нашу работу то есть крючок надевать петельку и провязывать эту петельку вынимая раз возьмем следующую мы просто будем продевать крючком в петельку и снимать 2 даже как мы вязали бы лицевыми петлями но просто пропускать ниточку через петельку так у нас последняя петелька у нас получился кончик значит мы хотим чтобы это было зафиксировано и тогда вот еще раз показываю на что у нас было вот так вот у нас было мы можем здесь крючок протянуть ниточку у нас получится петля в эту петельку мы введем и затянем и теперь мы посмотрим как нам спрятать вот эту вот ниточку да и вот эту ниточку значит чтобы спрятать эту верхнюю нитку вот которая у нас здесь получилось мы засунем крючок в носок и выйдет он у нас прямо рядом с этой ниткой мы вытянем наизнанку таким образом она у нас оказалась на изнаночной стороне вот она отлично вот вывернем носочек возьмем эту нитку и будем ее прятать как мы будем прятать брать крючок под соседнюю рядом находящуюся петельку и протягивать вот сюда и протягивать можно через каждую можно то которая рядом находится очень близко и еще несколько телечек и обычно я таким образом закрепляю рекомендую так закреплять чтобы это посередине еще раз закрепить эту ниточку в петельку и спрятать еще пару раз и тогда она у нас никуда не вылезет будет спрятана аккуратненько на изнаночной стороне ну вот тогда вот эта нитка которая остается мы можем спокойно отрезать у нас все закреплено и спрятана то же самое делаем с этой ниточкой также крючком с изнаночной стороны под соседние петли пропускаем нитку несколько раз пропускаем просто таким вот образом и потом ее еще раз можем закрепить такую петельку и в нее вдеть эту ниточку закрепить и еще раз пропустить раза три до пропустить под соседние петли тогда она точно спрячется и сверху уже никогда не вылезет будет у нас аккуратно и красивое изделие ниточку мы обрезаем что у нас получилось выворачиваем и смотрим вот у нас учился вот такой замечательный носочек вот наш носок у него есть резиночка пятка и он заканчивается вот таким вот красивым образом вот уже сможете это делать